Немногие смогли понять персонажа Джареда Лето – Джокера в Отряде самоубийц, но все единогласно соглашаются с тем, что у Принца преступного мира уникальный внешний вид. Но сейчас режиссёр Дэвид Эйр признался, что допустил ошибку в дизайне персонажа. Неважно, понравился вам его персонаж или нет, но Джаред Лето произвёл определённое впечатление. Бледная кожа и ярко-зелёные волосы, броски и татуировки и серебряные зубы – всем своим видом он совмещает гангстера и шута. Так что было не так с таким продуманным дизайном? Спустя два года после премьеры Отряда самоубийц Эйр признался, что сейчас он считает одну деталь внешнего вида Лето абсолютной ошибкой. Это признание было спровоцировано вопросом фанатов в Твиттере, который спросил Эйра о татуировке на лбу Джокера. Там написано одно слово – Повреждённый. Когда его спросили, что вдохновило его на это слово, Эйр ответил, что это было его идеей, но теперь он сожалеет. Режиссёр ответил на пост, признав свою вину. Он написал, «Да, я должен пасть под этим ударом. Я зашёл слишком далеко» Даже тот факт, что он сам признал, что это была ошибка, не останавливает Эйра от высказываний, что ему нравится татуировка. Во всяком случае, её концепция. Чуть позже он пояснил свой мыслительный процесс, после которого на лбу Джокера появилась та самая татуировка. «В моём понимании это было адресовано Бэтмену после того, как он разбил зубы Джокеру за то, что тот убил Джейсона Тодда. Некоторые посчитали это отчуждённым. Но это было данью уважения оригиналу, пусть и странной. Бэтмен и Джокер всегда были моими любимыми персонажами» Эйр предложил более простое объяснение значения татуировки в то время, когда Отряд самоубийц выходил в прокат. Он сказал, что Джокер набил её себе, пока был заперт в Аркеме после очередного налёта Тёмного рыцаря. В августе 16-го он сказал изданию Empire, «Именно в тюрьме Джокер набил себе на лбу послание Бэтмену, повреждённый, что означает, «Ты повредил меня. Я был красивым, пока ты не разрушил моё лицо. Именно оттуда всё и пошло» Как выяснилось, Эйр сожалеет о некоторых своих решениях в Отряде самоубийц, многие из которых касаются именно Джокера. Сейчас он сожалеет не только о том, что написал ему лишнее слово на лбу, но ещё и о том, что недооценил персонажа. Он хотел бы сделать его главным злодеем фильма. Несмотря на распространяемые промо-материалы к фильму, на которых Джаред Лето в образе Джокера занимает почти всё пространство, в фильме ему отводится всего 10 минут экранного времени. Намного меньше, чем то, что изначально было снято. Даже люди, которым понравился фильм, утверждают, что его можно было бы улучшить, уделив побольше внимания злобному клоуну, и многие написали об этом Эйру в Твиттере. В ответ одному фанату спустя год после премьеры, Эйр написал, «Поверьте мне, меня это тоже мучает» Да, Джокера надо было сделать главным злодеем фильма. – Да. Эйр эмоционально высказал своё разочарование финальным монтажом фильма после того, как тот попал в кинотеатры. В январе 2017-го режиссёр написал целый список того, чего он хотел бы изменить, а потом сфотографировал его и выложил на Твиттер. Там он писал о том, что хотел бы найти машину времени и исправить те ошибки, которые он допустил. Он полон решимости сделать намного лучше в следующий раз. «Я бы сделал Джокера главным антагонистом фильма с более продуманной историей. Я понял все его хорошие и плохие стороны. В следующий раз мне надо дать персонажу ту историю и сюжет, которого он заслуживает. Серьёзно» Насколько нам известно, он даже планирует убрать нашумевшую татуировку. Самокритика Эйра вдохновляет, но ему не стоит заниматься самокомпанием. Отряд самоубийц разделил мнение после премьеры, к тому же ему удалось окупить себя и подарить Warner Bros. и DC внушительную сумму денег. Несмотря на отзывы критиков, поклонникам понравился и фильм, и Джокер. К тому же нельзя спорить с тем, что версия Эйра получилась самой незабываемой из всех, что появлялись на большом экране, потому что он прочно закрепился в поп-культуре, даже несмотря на короткоэкранное время. Как и сам фильм Отряд самоубийц, персонаж Джокера вышел не абсолютным провалом. Он просто немного повреждённый.